МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Прощай лето или День знаний, как в столице Чуваши отмечали 1 сентября. Пока без галочек. Начали печатать бюллетени для выборов. Чистая победа. Чуваши наградят педагогов, подготовивших победителей научных олимпиад. Сегодня в День знаний по всей стране прошли торжественные линейки. Новый учебный год начался для 130 тысяч школьников республики. Наша съемочная группа увидела, как это было в 4-й Чебоксарской гимназии. Вот он, звук окончания лета. 1 сентября, как правило, радуются два типа людей. Те, кто школу уже закончил, и те, кто идет туда в первый раз. Подобными шутками или не шутками в последние дни лета завалили интернет. Опрос учеников 4-й Чебоксарской гимназии показал обратное – в школу хотят. Первоклассники гордятся новым статусом, бывалые школьники хотят увидеться со школьными друзьями. Очень хочется в школу, чтобы опять эти веселые перемены были. Я думала, что я увижу своих одноклассников, они изменятся за целый год, что они будут хорошими друзьями, ну и хорошие оценки получать будут. Впрочем, сегодня побыстрее за парты хотели не только ради одноклассников. Было очень холодно, я думала, чтобы быстрее зайти в класс. Уроки контрольные, домашние задания – все завтра. Сегодня таки праздник отметила директор гимназии. И его каждый год стараются сделать для учеников особенным. Нам сегодня подарили печенье с предсказанием. И мне попалось самое время налаживать рабочие контакты. Мне попалось предсказание, что не бойся учиться сам и просвещать тех, кто в этом нуждается. За парты сядут дети, но учиться зачастую приходится всем членам семьи. Так что скоро мамам предстоит вспоминать, как писать сочинения. Папам, пусть и кандидатам наук, плакать над задачами, бабушкам шить фартуки. Но сегодня они умиляются по взрослевшим детям и вспоминают свои школьные годы. Я помню свое первое сентября. Оно у меня было 4 года, когда мне было. Вышел я однажды на улицу, смотрю, моих старших ровесников, старших друзей нет. Я у одного спрашиваю, где они, где твой брат. Он говорит, в школу пошел. Где твоя сестра? Он тоже в школу. Я говорю, а что, мы хуже, что ли? Мы, 4-летние мальчики и девочки, зашли домой без ведома родителей. Взяли сетку, положили туда одну книжку, тетрадку, ручку и пошли в школу. Нашли мы их в классе, зашли, с первоклассниками сидели, учились так до Нового года. А если серьезно, сколько бы впереди ни было трудностей, экзаменов и, может быть, даже не очень хороших отметок, не зря поется. Школьные годы чудесные. Ольга Пырычкина, Мария Шоклева, Андрей Шоклев. Республика. 48 педагогов Чувашии, подготовивших победителей и призеров Всероссийских Олимпиад, получат денежные поощрения. Накануне учебного года глава республики подписал соответствующее распоряжение. В этом году 42 ученика стали победителями и призерами Всероссийской Олимпиады школьников и Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства. Денежные поощрения – это дополнительная поддержка и дальнейшее стимулирование талантливых педагогов. В республике создана сеть инновационных общеобразовательных учреждений, проводятся интеллектуальные и творческие конкурсы различных уровней, реализуются индивидуальные программы сопровождения одаренных детей, внедрены механизмы их материальной и моральной поддержки. Для героев следующего сюжета школа осталась позади. Первый раз на первый курс пошли сегодня студенты десятков вузов, и в том числе Чувашского государственного университета. Примите самые искренние, добрые поздравления с замечательным праздником Днём Знаний и началом нового 2016-2017 учебного года. Хочу сказать, что сегодня в очередной раз наша большая дружная семья Чувашского государственного университета пополнилась яркими, талантливыми молодыми людьми. Распущенные волосы и зауженные джинсы, рубашка без галстука и яркая помада. Это их первый день знаний без чёрно-белого дресс-кода. И всё же вчерашних школьников выдаёт чуть потерянный взгляд и еле слышная дрожь в голосе. Они ещё не знают, какая она эта взрослая жизнь, но твёрдо уверена, что первый выбор сделан правильно. Я на стоматолога поступила. У меня мама сама тоже медик, и я тоже решила по её стопам. Сама я из республики Башкортостана приехала сюда учиться. Мне город понравился здесь, во-первых, ещё. И как-то люди здесь какие-то другие, поэтому я решила сюда поступить. А этот серьёзный юноша – наш будущий коллега. Настроение боевое. Хочется в этом году попробовать себя в университете, понять, что скрывает в себе сущность профессии журналистика. Хочу стать фотокорреспондентом. С Днём знаний новоиспечённых студентов ЧГУ поздравил и глава республики Михаил Игнатьев. Ставлю задачу, товарищи перекурсники, вы должны заниматься усердно, не жалея себя, кладывать всю душу, всю энергетику для того, чтобы получать хорошие знания. Здесь очень хорошая команда преподавателей. Работодатели ждут вас. Реальные секторы экономики ждут вас. Ждут вас учреждения медицины, образования. Ждут вас органы власти. После официальной части ребята задавали вопросы ректору и демонстрировали свои творческие возможности. Знакомство первокурсников с преподавателями и одногруппниками продолжилось уже в аудиториях. Дарина Игнатьева, Россия Мухаммедов, Республика. Сегодня же глава ЧГУ поздравил с Днём знаний тех, для кого 1 сентября должно стать главным праздником в жизни – будущих педагогов. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Студенты самого старейшего вуза республики 1 сентября по традиции отмечают одним большим и дружным коллективом. С утра у входа в филармонию было негде и яблоку упасть. Профессия учителя набирает популярность. В этом году на одно место в университете претендовало 11 абитуриентов. В итоге первокурсниками ЧГПУ стали более 1200 человек. На порядок увеличились и средние баллы ЕГЭ. Уже на протяжении трёх лет ЧГПУ признают эффективным вузом. В этом году университет улучшил свои показатели. Наш университет даёт возможность не только в учебной деятельности, но и в проектной. Например, этим летом я стала участником Всероссийского молодёжного образовательного форума Таврида в Крыму и получила грантовую поддержку на реализацию своего проекта в размере 200 тысяч. Это очень здорово, что я выбрала именно этот вуз. Я шла именно по художественной специальности, а самое доступное это было здесь, ближе к дому. Студенты университета успешно занимаются и поисковой работой. Отряд вуза «Память» каждый год выезжает в экспедиции по местам боевой славы. Главе республики показали последние находки, оружие, фрагменты снарядов и личные вещи солдат. Хотя это не просто ездить в экстремальных условиях, но это закаливает ваш командный дух, характер, уже готовый к любым экстремальным условиям. Поисковая работа привлекает прежде всего свои атмосферы, которые там происходят. То есть вот эта атмосфера патриотизма, когда ты понимаешь, что эти люди, они погибали за тебя, что ты все-таки гордился ими, гордишься до сих пор и должен увековечить их память. Поздравляя студентов, Михаил Игнатьев отметил, что в республике для педагогов продолжат создавать комфортные условия. Мы, вы знаете, строим новые детские сады и будем строить. Строили и будем строить новые общепрозавательные школы. Нам важно иметь профессионалов, специалистов, которые развивали бы реальность технической экономики. Но для того, чтобы развивать реальность технической экономики, учителя с большой буквы должны готовить этих специалистов, чтобы они на наших традициях, на духовно-нравственной основе воспитывали своих любимых студентов. Количество студентов не уменьшается. Бюджетные места, которые вы сохраняете на уровне федерации, они пополняются достойными студентами. И в этом году мы приели на первый курс 1215 студентов, из них 928 на бюджетной основе. И это говорит о том, что система образования государства заботится о педагогических кадрах, и эта тенденция только будет нарастать. За годы своей работы университет подготовил более 50 тысяч специалистов. Многих называют гордостью республики. Сегодня на сцене чествовали преподаватели вуза. Лучшим из лучших вручили благодарности и почетные грамоты. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Итоги социально-экономического развития подвели накануне в Шумуршинском районе. В рамках рабочей поездки по муниципалитету Михаил Игнатьев побывал на предприятии по строительству и ремонту автодорог, мостов и водопроводных труб. Посетил производственно-строительную базу в селе Шумурша. В Шумурше полностью отремонтированы производственные здания, приобретена новая автоспецтехника. В текущем году заключено 6 государственных контрактов, отметил гендиректор предприятия «Ремис» Минхайдер Юсупов. Создание базы предприятия с миллиардным оборотом на территории района полностью себя оправдало и имеет большое значение для местной казны, отметил Михаил Игнатьев. Он оценил качество продукции и указал на необходимость наращивать объемы. Самое время внедрять в производство новые технологии с учетом отечественных разработок. Реконструкция и расширение трассы Нижний Новгород-Чебоксар и Казань отмещают дополнительные заказы. Шумуршинский район завершает первое полугодие с позитивной динамикой по ряду направлений реального сектора экономики. В Шумуршинском районе реализуется 8 инвестиционных проектов. Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям района в первом полугодии составила 117% к аналогичному периоду прошлого года. Есть вопросы, которые муниципалитет может решить только при поддержке правительства Чувашия. Волнение социальных обязательств перед гражданами является приоритетом государственной политики. Более 7 миллиардов рублей в текущем году будет направлено на социальную помощь жителям Чувашия. Глава республики сообщил, что на контроле и заработная плата работников бюджетной сферы. Предполагаемая динамика роста в реальном секторе в этом году составит 5,5%. Соответственно, увеличится и заработная плата бюджетников. По эффективности управления общественными финансами, это деньги народные, по сути дела, мы среди 85 субъектов Российской Федерации занимаем 9 место. В завершение встречи Михаил Игнатьев отметил, что Шимуршинский район поступательно развивается. Одним из главных ресурсов повышения потенциала муниципалитета является поддержка предпринимателей. А они, в свою очередь, готовы вкладывать средства в создание новых производственных площадок. Родион Архипов, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. День знаний по праву считается одним из самых массовых праздников в России. Сотни тысяч детей и взрослых встречают его с искренней улыбкой на лице, воздушными шарами и цветами в руках. Для кадетской школы имени Героя Советского Союза Александра Кочетова 1 сентября стала не только праздником знаний, но и знаменательным событием в истории учебного заведения. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Ветераны Федеральной службы безопасности совместно со скульптором Владимиром Нагорным подарили бюст нашего земляка, героя Советского Союза Сергея Кочетова, кадетской школе, носящей его имя. Уверенный и добрый взгляд летчика-истребителя угадывается и в бронзовой скульптуре. Коллега и друг знаменитого земляка Эмиль Ургалкин запомнил его именно таким. Периодически мы с ним встречались, разговаривали. Он был очень жизнерадостный и доброжелательный человек. С большим чувством юмора. Очень интересно рассказывал. А я с большим интересом слушал. Александр Кочетов еще до начала Великой Отечественной войны был неравнодушен к небу. Вместе с другими участниками аэроклуба прыгал с колокольни Аллатрской церкви с парашютом. В 1940 году поступил в Энгельское авиационное училище и стал летчиком-истребителем. Во время войны провел 120 боев, сбил лично более 40 самолетов противника и в 1947 году вернулся на родину в Аллатр. Десятки лет Бюст находился в мастерской художника и не случайно именно сегодня обрел вторую жизнь. С 1 сентября этого года кадетская школа имени Кочетова представляет всех кадетов Чувашии на всероссийском уровне. Сегодня вы являетесь свидетелями удивительного события рождения большой организации российского движения школьников, которая призвана объединить под своим крылом все лучшие практики в области воспитания подрастающего поколения. Это возможность для каждого участника проявить себя в любом из направлений деятельности организации. Мы все вышли из школы, когда учились, имели свои мечты. Вот эти ребята в красивой форме читали правильные книжки и будут, наверное, еще читать, если выбрали себе мечту служить родине на морях. Именно мечта становится путеводной звездой как для состоявшихся кадетов, так и для новобранцев. Я решила поступить в кадетскую школу, потому что в будущем я хочу стать военным. Именно эта кадетская школа делает из обычных мальчиков кадетов и будущих военных, как я уже сказала. Это так волнительно, новая школа, новые друзья. Конечно, тревожно покидать эту старую школу, но надо двигаться дальше. Теперь бюст героя будет напоминать кадетам о том, что целеустремленность и упорство в достижении цели – самые верные и надежные спутники на дороге к своей мечте. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. Чуть более двух недель осталось до единого дня голосования. Обеспечить всех жителей Республики избирателями-вюллетенями задачу печатного цеха издательско-полиграфического комплекса «Чувашия». Узнать, как идет процесс, отправилась моя коллега Юлия Важенина. 160 штук в минуту с такой скоростью рождаются бюллетени для голосования. В Чебоксарах во всю идет печать этих документов. Бюллетени для выборов в Госдуму уже готовы, а бланки для голосования за кандидатов в Госсовет «Чувашия» пока еще печатаются. Вот так будут выглядеть бюллетени в единый день голосования 18 сентября. Чтобы подготовить необходимое количество разных бланков, работники печатного цеха трудятся с 7 утра и до 10 часов вечера. Процесс достаточно долгий. Сначала готовится макет. С макета готовится форма для печатной машины. После этого машина отпечатывает тираж. Бюллетень должен как минимум сутки высохнуть. Специалисты занимаются выбраковкой изготовленной продукции. Потом она обрезается под нужный формат и готова к передаче. Уже отпечатано более 1 миллиона 800 тысяч экземпляров. Печатная машина работает не останавливаясь. Эти бюллетени печатаются по 9 штук на одном листе. После сушки, браковки и сортировки экземпляры попадают в руки резчика. А вернее под острые ножи резальной машины. С точностью до миллиметра бюллетень приобретает необходимый вид. Каждый избиратель получит 4 вида бюллетеней. Два по федеральному и два по госсовету. Все они будут отличаться по размеру и цвету. Бюллетень по единому округу, он чисто белый. Он печатан в одну краску. И основная степень защиты – специальная марка, которая наклеивается на избирательный бюллетень. Ну и на всех бюллетенях подписи двух членов комиссии и печатического комиссии. Бюллетень на Госдуму по одномандатному округу имеет защитную сетку зеленого цвета. Бюллетени по единому округу госсовет имеют защитную сетку голубого цвета и надпись микрошрифтом. А бюллетень по одномандатному округу госсовет имеет пурпурный цвет и надпись микрошрифтом. Если 18 сентября нет возможности прийти на свой участок, то стоит взять открепительное удостоверение. На сегодняшний момент ситуация следующая. Всего у нас получено 38 тысяч открепительных. Сейчас все эти открепительные находятся в территориальных комиссиях. Мы оставили у себя запас на всякий случай. Вот сколько выдано, начали выдавать с 3 августа. Выдаем уже получается почти месяц. На данный момент выдано 2380 открепительных удостоверений. Что составляет ровно 0,25 от общего количества избирателей Чувашской Республики. Четверть процента. Это немного. И от общего количества открепительных примерно 6%. То есть у нас еще 95% открепительных пока еще не выданы. Я думаю, что мы сумеем обеспечить открепительными удостоверениями всех желающих. То есть каждый, кто по закону имеет право на открепительное, он его получит. Председатель ЦИК Чувашии напомнил, причина получения открепительного удостоверения должна быть действительно уважительной. Кроме того, только проголосовав на своем избирательном участке, избиратель может полностью реализовать свое избирательное право. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Завтра в России стартует фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». Он пройдет в крупных городах страны со 2 по 11 сентября. Фестиваль призван сделать популярной идею бережного отношения к природе. Там же будут продемонстрированы современные энергоэффективные технологии, которые используются в различных секторах экономики России. Центром фестиваля в Чувашии 3 сентября станет город Чебоксары. В программе фестиваля запланирована работа бульвара современных энергосберегающих технологий, онлайн-чемпионат по энергосбережению ЖЭКа, научно-практическая конференция, солнечная энергетика, велопробег и флешмоб в поддержку фестиваля. Основная площадка проведения – парк культуры и отдыха «Лакреевский лес». Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова